Просто хочу вас предупредить, если вы вдруг соберетесь в Андалусию. Вот уж эта развратная Севилья, смотрите. И у меня просто глаза полезли на лоб от цен. Я вообще просто офигел. Кто у вас, кстати, эти короли? Прикольно. Друзья мои, всем привет, всем здравствуйте. Снова добро пожаловать на канал. К Феликсу подписывайтесь, мы продолжаем наше путешествие не только за кнопкой, нам еще надо 90 тысяч человек, но и также сейчас я на небольшом туре по Андалусии. И я вам показываю, что я вижу, то я в принципе и показываю. Небольшое сейчас сделаем турне по апартаменту, который я снял в Севиле, покажу и расскажу. Я вот только что заселился, сразу же вам снимаю. Это вторая часть, первую часть, кто не смотрел, посмотрите. Ну вот такой, слушайте, очень большой апартамент такой, если честно. Ну вот, ну все есть. Я, конечно, жутко ненавижу вот этот вот красный цвет в интерьере. Мне кажется, такая жуткая бескусица. Ну вот нету вида, нету там, видите, такую большую патию. Но тут есть кондиционер, но в Севиле, конечно, без кондиционера никак. Ну, очень все так простенько, что могли кого-то там, не знаю, пальмочку поставить сюда, правда? Всем привет! Все чистенько, аккуратненько, так, очень современненько. Вот, и здесь спальня с большой кроватью такой, вот. Тут тоже есть кондиционер, тут тоже я. Вот, я сейчас немножечко уже отдохнул и сейчас пойду опять в город на закат. Особенно останавливаться на аккомодейшене не хочу, но просто хочу вас предупредить, если вы вдруг соберетесь в Андалусию. Для чего? Для меня это вообще было просто шоковым шоком, потому что я сам живу в Андалусии. И когда я собрался попутешествовать, ну я там линей, это что? Там все такое дешевое, в принципе, знаете, ну и окей. Тут я зашел на порталы по поиску, ну, гостиницы, всем вам известной, я думаю, и у меня просто глаза полезли на лоб от цен. Я вообще просто офигел, как здесь, в Андалусии, дорого снять гостиницу. Мне кажется, таких цен я уже даже не видел, даже в Швеции, понимаете? И все почему? А вот потому, потому что эту картинку я случайно увидел в Инстаграме, она буквально за два дня до моего путешествия выскочила мне. Вернее, она не случайно выскочила, я люблю статистику смотреть. Я подписан на Европейское статистическое бюро, и вот они опубликовали такую карту, на которой видно, чем темнее, тем там больше людей проводило, как бы, ночей, ну, в целях туризма там, или, ну, переезда какого-то и так далее. И сюрприз-сюрприз, наедине со Швейцарией, с Парижем, который считается самым туристическим городом Италии, Андалусья тоже такая область. И теперь я, в принципе, понимаю, почему здесь так дорого. Что я имею в виду под словом дорого, обыкновенный трехзвездочный отель вам обойдется здесь, ну, просто в минимум 150 евро, и выше, выше, ну, где-то 200-250 евро, если вы берете что-то там уже по лакшери, лухури, да, ну, там уже соответствующие цены, но они, в принципе, везде, наверное, одинаковые. Но именно просто меня поразили цены на обыкновенные, вообще просто на обыкновенные отели. Я просмотрел, это был просто какой-то шок. И этот апартамент, как он мне достался, я зашел на букинг, я не бронировал ничего заранее, потому что я был просто в шоке, я реально был в шоке от цен. Ну, я уже, как бы, приготовился платить, ну, ладно, 150 евро заплачу за одну ночь в Севиле, окей. И зашел за день до поездки, и вот этот вот апартамент, он был, как бы, типа, на скидке. Вообще он стоил 100 евро за день, ну, за ночь, да, на невыходные. На выходные он дороже стоит, естественно. Но так как у меня букинг, там, какой-то уровень уже и какая-то там скидка, мне было 31 евро скидка, что меня очень порадовало. Поэтому вот этот вот апартамент мне обошелся на 69 евро. Ну, это самое, по-моему, это вообще просто самое дешевое. Даже ребята, с которыми мы ехали в Бла-Бла-Каре, я вам рассказывал в своем первом видео, они бэкпекеры, они останавливаются в хостелах, ну, там, где много людей, знаете. Я уже на такое неспособен, я вообще никогда не останавливался в таких местах. Но сейчас точно я уже точно не смогу. И они говорили, что даже вот эти вот хостелы, они очень-очень дорогие. То есть койко-место, самое дешевое, вот американец говорил, он нашел за две ночи 36 евро. Ну, как бы для хостелов это считается дороговато вообще-то. Так что имейте в виду, если вы соберетесь вот попутешествовать по Андалуси, цены на жилье просто катастрофические. Ну, в Севилью я приехал, конечно же, не сидеть в номере, а гулять. И вот мы идем вот на этот вот мостик. Кстати, что меня поразило, что здесь очень много консульств и... Ну, консульств, наверное, не посольств. Вот это все-таки португальская, а проезжал я еще была Венесуэла и Америка. Очень красивое здание. Вообще, я думал, боже, а где же оно находится? Оказывается, оно находится практически около моего дома. Прикольно, посмотрите. Даже не знаю, что это. Как вы думаете, что это такое? Больше как гриб? Или... Ну, я бы сказал, что это, знаете, как лисички такие. Это, кстати, самое большое сооружение из дерева в Европе. Это дерево. Это дерево. Ну, построено оно было, кстати, немецким архитектором. Я, с вашего позволения, не буду делать стандартную фотографию. I love Sevillian. Как вам такое сооружение, которое дает тень. Какое, знаете, урбанистическое тень и сооружение. Оно дает тень. А вечером тут еще свето-шоу. И можно подняться наверх. Вы знаете, что я с вами делюсь всегда все по-честному. Вот мне это сооружение, кстати, не очень понравилось. Но мне еще не понравилось, что вокруг него. Какие вот милые какие-то квартирки. Не знаю даже как. Люди сидят, выпивают. Посмотрите, как тут шумно по вечерам. Ну, к этому надо быть готовым. Вот здесь мне понравилось. Как вам лисичка? В Sevillie есть университет. Много студентов. Вообще город очень живой. Очень живой. И весь старый город. Это такие маленькие узкие улочки. Но здесь очень прохладно. Я, кстати, ожидал, что от Sevillie будет намного жарче. Но, если честно, довольно-таки терпимо. Довольно-таки окей. Конечно, стоит отметить, что сейчас 30 градусов. А так этим летом у них здесь было... Когда только я приехал в Испанию, передавали, что у них здесь было 48 градусов днем. 48 градусов. Тут, конечно, можно залипать надолго, да. Ну, почти как Рига. Отель Bergs. Ну, это какая-то старая Рига. Ну, только в таком, знаете, испанском манере. Вы меня, конечно, можете хоть убить, но это просто... Ну, это реально просто латвийский сейм. К сожалению, выбранный не очень удачно в этот раз. Но здесь, конечно, такая более детальная работа. Посмотрите, как раньше. Я вот всегда поражаюсь, как раньше строим. Но мне очень понравилось вот это здание. Вау. У Банка Испании однозначно очень хорошие садовники. Посмотрите, как четкие линии какие. Мне очень понравилось это здание. Прям такой дом на углу. Такой красивый. Ну, и тут тоже красиво. Но это лучше. Тут уже есть такие настоящие испанские сеньоры. Ну, вот такие вот. Таких я представляю в испан. Таких я, конечно, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Вы представляете, это из камня. Боже, сколько тут работы. Что там сгорело в Париже? Давайте все в Севилью. Нотр-Дам нам не нужен больше. Какой красивый цвет у лошадки. Капучино прямо. И тут какой красивый. Собор, конечно, меня поразил. Кстати, радует то, что хотя бы немножко можно зайти и посмотреть. Если уж не хочешь идти туда, вовнутрь. Знаете, я не хожу вовнутрь, потому что это очереди. Они, в принципе, все одинаковые. Лучше так побродить, посмотреть. Я говорю вам, его просто не обойти. Просто не обойти, он огромный. Нескончаемый. Ну, это, друзья, еще одна досопримечательность. Королевский Алказар. Ну, то есть, замок бывший, я так понимаю. Тут еще как в средневековье, кстати, попахивает очень из-за лошадок. Честно вам говорю. Ну, кому нравятся такие досопримечательности, я думаю, что здесь будет интересно. Я небольшой любитель всех этих вот старых замков. Мне больше нравится смотреть просто на жизнь города. Кстати, вот этот замок, этот Алказар, да, к стене просто обыкновенный дом уже приставает. Здесь такие соседи. Кто у вас соседи-короли? Прикольно. Мне кажется, это может быть самый красивый банкомат. Посмотрите, банкомат выложен какой-то плиточкой такой. Кстати, сюда можно зайти. В замок-то. Смотрите, что в замке творится. Ну, такой себе замок. Могли бы уже побогаче сделать. Безумное количество всяких ресторанчиков. И узких-узких улочек. Теперь я, наверное, понимаю значение слова окно в окно. Посмотрите. Близко к соседям. Мне, конечно, кажется, что заблудиться здесь. Мне кажется, я уже не знаю, куда я иду. Я и так просто хожу, но я просто хожу уже. Чуть не ранее, да? Мне кажется, я их сглазил. Я только подумал. Интересно, ну а если тебе всегда надо доставить, например, знаете, там двухкамерный холодильник или какой-нибудь шкаф? Ну, увы. Предупреждаю честно, что найти свободный столик это еще та задача здесь. Я просто не смог и не остановиться. Это мастерская здесь. И здесь, которые выпускают, ну, я так понимаю, церковную продукцию. И они специализируются на вот этих вот, знаете, как шторы, когда подбирают. Я не знаю даже, как они называются. Напишите мне в комментариях, как называются вот эти штуки, которыми завязывают шторы по бокам. Представляете, тут целый два магазина. Может быть, он даже не один. Я решил все-таки подняться на эту конструкцию. Специально для вас. Чтобы посмотреть на закат. Так как я все-таки закат лавр. Ну, посмотрим. Поехали. 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 Все, что здесь. Подконậgra Fujitsu. Я однозначно всем очень рекомендую сюда подняться. Я думал-думал, но хорошо, что я придумал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Выглядит как бетон А может быть дерево Но видите, противопожарные штучки стоят Ну конечно, если тут 48 градусов жары Если приедете, билетик всегда покупайте заранее Я купил онлайн буквально за секунду и просто прошел Потому что очередь была очень большая, те кто хотел купить в кассе Потом надо еще было отстоять очередь, чтобы его, ну, типа как бы показать электронно Вот, ну мне это очень понравилось, кстати Для всех жителей Сибилии это бесплатно А для туристов на интернет-сайте было написано, что 5 евро Но когда я открыл, то, ну, для обыкновенного человека 8 И потом там было что-то еще написано Я подумал, что это может быть там согласиться какими-то правилами Я кликнул, оказывается, я кликнул на то, что, ну, типа, если я им не воспользуюсь, то я могу его вернуть Потому что и так он не возвращается, этот билет Ну и он стал 9, ну, короче, 10 евро А 10 евро будет, если вы купите его в кассе А на вечернее шоу билет уже 15 либо 20 евро Ну, здесь такое, как бы, световое шоу по этим вот пластинкам Разные, разные цвета показывают Ну, мне кажется, что красивее, чем закат, ничего нет За моей спиной очередь, которая не умеет покупать билеты онлайн Мне эта штука очень понравилась Если вы будете, обязательно придите сюда Ну, а если вы не можете, то, пожалуйста, подписывайтесь И, конечно же, поделитесь с теми, кто сейчас не может путешествовать Я снимаю это и для вас тоже Чтобы вы хотя бы, хотя бы на ютюбе со мной попутешествовали Опустился закат Я иду искать себе какое-нибудь место покушать Ничего вам не напоминает? Это название моей комнаты в отеле Честно, уже мотаюсь голодный вокруг этого собора Так хочется поесть Но, знаете, все занятое, я хочу паэлью И в тех ресторанах, где мне очень понравилось, ее нету почему-то Ничего, сейчас будем искать Друзья мои, паэлья приготовлена У меня свидание с абажуром сегодня Рядом немцы обсуждают Путина Такое вот симпатичненькое место у меня здесь Все прекрасно Паэлья мне, честно, не очень понравилось Такой рис разваристый Каша Ну, ничего Я вообще очень плохой выборщик ресторанов, если честно Поэтому Вы вообще Любите путешествовать Одним Я обожаю Тебя никто не дергает Вот что-то хочешь, что ты делаешь Ну, либо с очень близкими друзьями я путешествую Ну, прям очень с близкими А если путешествовать, ну, получается, путешествовать с кем-то, кого я, может быть, я там, ну, хорошо знаю Я всегда молчу Я никогда вообще не встреваю Вот мы идем, и мы идем Я найду, что посмотреть Ну, вот это вот щука, рак, что там еще Лебедь, это вообще не для меня Спасибо вам большое за сегодня Чинь-чинь, увидимся Стоило мне лишь спуститься буквально 10 метров Здесь просто огромный выбор паэльи Приготавливают ее прямо для тебя в этих специальных таких сковород Для паэльи Потому что моя паэлья была, знаете, такое ощущение, что она 3 дня уже постояла И ее не принесли такому несчастному мигрантешке Конечно, Севилия живет ночью Потому что только сейчас здесь возможно хоть как-то походить Прохладненько, тепленько, хорошо Я решил взять вот это, причем я не имею ни малейшего понятия, что это такое Я говорю это серьезно, это самое вкусное мороженое, которое я когда-нибудь вообще ел в своей жизни И вот это вот, то, что я вам показывал, это вообще какой-то как омлет Я не знаю Это так вкусно, боже, я ем это в 11 часов вечера Просто сегодня четверг Бар в 11 вечера